Друзья, всем привет! Сегодня мы находимся у моего друга Владислава, который занимается оздоровлением души и тела, поэтому сегодня будет видео не про стройку, а про немножко другое направление, хотя это тоже не косвенно связано со стройкой, потому что человеческое тело у нас тоже это строительный организм, то есть это стройка, которому тоже нужен свой мастер, который может починить и направить ваше тело, ваши мысли в нужном направлении, которому тоже нужна перестройка, о котором тоже нужна перестройка. Кстати, речь сейчас будет как раз об этом. Ну вот, в общем, немножко о Владиславе, мы с ним давно знакомы уже с института, это порядком очень много времени прошло с тех пор, как мы с ним познакомились. Ну и в общем, Влад на всем этом протяжении трансформировался, от мастера по ремонту компьютеров до мастера по ремонту человеческих тел. Все верно. Человеческих тел, душ, мысли, сознание. Вот. Поэтому сегодня я хочу поделиться с вами полезной информацией относительно того, как правильно относиться к своему телу, к своим мыслям. Ну и Влад, в общем, мне сегодня в этом все поможет. Итак, давай, Влад, немножко начнем с того, как ты пришел к этому вообще, к тому, чтобы заниматься тем, чем ты сейчас занимаешься. Ну, вообще, изначально все из корыстных побуждений началось. Я же занимался компьютерами, программами, ремонт, также какие-то программы обходил, чтобы взламывал, бесплатно получить, чтобы была выгода какая-то личная. Ну, я задумался, что я так низко-то плаваю, компьютеры, программы, надо переключаться на другие масштабы, надо жизнь взламывать, пространство, чтобы вот так вот, хобана, ключик повернулся, и все блага посыпались сразу автоматически. И начался такой корыстный порыв, а сейчас уже все это дело переключается в служение, в отдачу благу другому человеку, чтобы трансформировать других людей. А как выяснилась практика, что принося пользу другим, автоматически будет приходить польза и блага самому себе. То есть, это не разрывный механизм, отдавая энергию, будет приходить еще больше. И только с этим опытом, с этой практикой пришло понимание мироздания. И, соответственно, моя практика направлена на то, чтобы создать свободное течение энергии в сознании, и, как следствие, это уже свободное течение энергии во всем организме, чтобы можно было свободно принимать большой поток энергии, без застоя какой-либо, и отдавать, быть гармоничным с пространством. Так как вы все знаете, какие практики использую я, что я делаю, ну для всех загадка, что же делаешь ты? Буквально сколько уже год практикуешь огненный феникс, да? Огненный массаж феникс я практикую с начала лета, с лета прошлого года, да? А, уже полтора года почти. В общем, все это время я наблюдал за всем этим процессом, как это Владислав делает. Буквально недавно я сам испытал на себе, что такое огненный феникс. Многие побаиваются, потому что идет все-таки работа с огнем. Многие считают, что это опасно, можно спалить волосы, можно получить ожоги. Но оказалось, все это намного проще и безопаснее, как выглядит на самом деле, или не выглядит на самом деле. В общем, Влад, давай немножко теперь о огненном фениксе. Начнем с того, что феникс это птица такая, есть в легендах, которая возрождается из пепла. И, соответственно, приходя на сеансы, человек с помощью стихии энергии огня, он возрождается вновь и уже живет, начинает жить другой жизнью. То есть появляется вот это чувство счастья внутри. Я объединяю в сеансе оздоровлений древнекитайские и тибетские техники, которые и помогают как раз-таки заряжать человека положительной энергией, чтобы человек выходил на другой уровень. Чтобы мог уже в пространстве легко думать, перемещаться, принимать решения, чтобы было легче. Так, ну, получается, это все у нас безопасно? Да, конечно, существуют определенные техники, существует защита, без которой просто невозможно начать, потому что должны быть обязательно соблюдены некие регламенты, правила. Я также провожу обучение, и на обучение четко все по инструкции расписываем, что должно, зачем идти, что можно, что нельзя, сколько брызгать, куда брызгать, все это делается с помощью горящих растворов, какая защита должна быть. Если человеку горячо, то, соответственно, нужно сразу же прекращать что-либо, не доводить до такой крайней степени, когда человек может получить ожог. То есть, все это прям строжайшим контролем. То есть, любой человек может обучиться этой техники? Конечно, да. Вот сегодня как раз обучение будет. Мы сегодня посмотрим, как это происходить будет, и я буду сам лично принимать в этом участие. Вайклап пригласил меня для того, чтобы быть, как она называется? Модель. Модель для практики огненного массажа Феникс. Так, ну, помимо огненного пениса, у тебя также еще есть, как я помню, астральная диагностика, или как-то я неправильно произношу это? Все правильно произносишь. Астральная диагностика – это то, что мы не видим нашим взглядом. Это то, что мы видим другим взглядом. Вот если я на секунду, я тебе скажу, представь горы, представь горы, у подножья горы, значит, лес зеленый, там озеро, такое голубоватого цвета, травка зеленая. Ты представил? Да. Вот это зрение, как раз то зрение, которым можно видеть тонкий мир. Это как раз такие сущности, это и энергетические потоки человека. То есть, энергию человека можно видеть именно этим зрением, только в состоянии транса можно еще и управлять этим, то есть, воздействовать на организм человека, чтобы, даже чтобы уходили какие-либо болезни были такие случаи и независимо от расстояния, где человек находится. То есть, любой человек, который обращается к тебе, хоть он находится за тысячи километров от тебя, он может получить от тебя астральную диагностику и оздоровление какое-то, да? Да, да, на физическом теле это сразу тоже чувствуется, начинает. У большинства людей. Это мы будем испытывать? Мы это будем испытывать тогда, когда ты захочешь это испытать. Все по готовности, понимаешь? Да, ну то есть, мы никак не сможем передать мое ощущение. Передать ощущение мы сможем, если я тебе сделаю, когда я тебе сделаю астральную диагностику, и ты потом скажешь, ага, ну я вот в это время находился в ванной, допустим, и было свое ощущение. Либо наоборот, я находился в ванной и чуть не подскользнулся, ну что-нибудь такое, знаешь. Потому что я к тому, что этот процесс происходит тогда, когда ты занимаешься своими делами, и образом никак мы не контактируем. То есть, я провожу сеанс вместе с супругой, мы вместе в паре работаем, и я погружаюсь в транс, а Зульфия меня ведет. Ведет в этом состоянии транса, какие инструменты применять, что делать. И получается, человек, которого смотрим, он находится, может быть, за тысячу километров. Он даже этого не чувствует. Он даже это может и не знать, что происходит сейчас с его астральным телом. Бывает, конечно, пишут люди одновременно в сеансе, то, что мы когда проводим сеанс, бывает, начинают сыпаться сообщения, вы меня случаем не смотрите, у меня что-то давление подскочило, или там легкость какая-то появилась. Вот во время сеанса просмотра человек за тысячу километров может ощущать эти состояния. Ребята, если кто-то из вас захочет получить астральную диагностику от Влада, все ссылки будут в описании. Заходите туда, смотрите, пишите, подписывайтесь. Ну и, в общем, мы продолжаем. Так, ладно, с астральной диагностикой понятно, огненный финиш ясно разобрали. Теперь у нас следующее направление. Следующее направление, это у нас цифровая психология. Цифровая психология, очень, кстати, интересная тема, потому что, когда Влад мне в первый раз рассказал по моей дате рождения, что я из себя представляю и что меня ждет, то есть, просто как будто я смотрел в свое зеркало и видел все то, что происходит со мной на самом деле. Много чего интересного можно узнать просто по дате рождения человека. Мы видим только действия человека, то есть, как он действует. Цифровая психология дает понимание, что человек чувствует, о чем думает, что хочет, от чего наслаждается, от чего разрушается, какие года бывают, через что идет реализация. Более такая объемная же информация. Вот там даже можно даже островки предсказать какое-то будущее по звездам. Вы можете предсказать или не можете предсказать? Мы можем, как сказать, не то, чтобы предугадать, а предполагать, как могут развиваться события. То есть, все равно человек сам ответственен за свои действия и сам каждую минуту, каждую секунду решает, куда идти, какую дорогу выбрать. И от этого зависит дальше развитие событий. То есть, вы можете ему предложить такой вариант исхода событий, а он сам для себя решает, войдет он по этому пути или нет. Все верно. Если по нему, значит, события, которые мы описали, так и происходят. Если он решает идти другим путем, то уже, получается, у нас меняется. Такой фильм даже был про это. Цифровая психология меня зацепила именно тем, что здесь не просто обычное описание, как в гороскопе астрологии, нумерологии. Там, вот, смотри, у тебя вот есть тот-то, ты такой-то вот классный или такой-то вот не классный. А цифровая психология, она дает ключи, что со всем этим делать. Как выходить из разрушения, именно ключики. Открыв дверь, начинаешь видеть уже возможности и блага, они как бы автоматически начинают приходить. Что, в принципе, и происходит с нами, со мной конкретно, с моей семьей последние вот эти два года, когда я познал вот эти тайные знания. Это знания тянутся еще с тех времен, когда императоры в Китае только владели этими знаниями. Обращаясь к нашим подписчикам, которые смотрят данное видео, то, что вы можете написать в комментариях вашу дату рождения, указать свой адрес, на который Владислав скинет. Экспресс-консультация по дате рождения, где хотя бы в общих чертах человек сможет понять, правильно он реализуется или неправильно, разрушается, не разрушается. То есть такой экспресс, так скажем, монолог. А если с датой рождения еще будет вопрос, то, соответственно, экспресс-разбор будет направлен на решение этого вопроса. Вот. То есть вы просто получаете полезные знания, которые вам обязательно пригодятся в жизни, в будущем. Да, знания – это ориентация в пространстве, важно знать, куда идти. Будут знания, будут цели. Нет знаний, нет цели. Ну, так-то да, по сути, да. Если вы у них не знаете, чего вы хотите, так чего вы хотите. А вот еще одно направление было – гуаша. Гуаша – это в комплексе. Я провожу, потому что не только огненный массаж и огненный массаж. Я обучаю людей. Сейчас начал передавать знания, как я уже говорил. Существует три отношения к деньгам, либо к энергиям состояния. Три. То есть когда человек гоняется за деньгами, а деньги от него уходят. Второе состояние – это когда деньги просто идут за человеком, потому что человек уже, к примеру, построил какой-то пассивный доход, пассивный бизнес, что-то сформулировал уже. И просто деньги к нему приходят. И это единственное, что приходят. Потому что важно – это энергии, чтобы хотели отдать, принять, отдать, принять. И третье – это чем больше отдаешь, тем больше приходят. Вот к этой стадии, когда стремишься, это трудно понять, но когда к этой стадии приходишь, тогда уже понимаешь всю суть, как работают энергии. И я делаю комплекс. Комплекс процедур. Огненный массаж – это одно из всего комплекса. Получается, что несколько есть процедур. Это огненный массаж, это акупрессора, точечный массаж, это гуаша. И сеансы, процедура, биоэнергомассажером. Я тебе делал биоэнергомассажером? Нет, я не делал, не делал. Дерать твои не было, этого я не помню. Ладно. И получается, что когда энергия заходит, огня, в человека, энергия огня, что это такое? Это плазменное состояние, субстанция, которая способна на клеточном уровне трансформировать любую энергию, любую клетку. И, соответственно, она наполняет, субстанция, огонь наполняет жизненной энергией, организм человека, положительной энергией. Эта энергия растворяет негативные эмоции и дает человеку силы. Иммунитет усиливается, жизненные силы появляются, хочется что-то делать, какие-то новые начинают идеи появляться. И дальше провожу уже точечный массаж. То есть на меридианах, это энергетические каналы человека, существуют точки. На самом деле в организме очень много точек, я воздействую на основные, где наибольший застой энергии может быть. Эти точки прорабатывают для того, чтобы энергия начала циркулировать по всему телу, по вот этим каналам энергетическим. Ну и, соответственно, гуаша, что ты назвал, гуаша, это уже направлено на то, чтобы застой убирать на физическом плане, который кровеносная система, сосуды закупоренные, застойные, кровь там стоит, не движется. Там же еще и токсины скапливаются, если долго кровь уже застойена. И гуаша получается скребковый тип массажа древнекитайский, который выгоняет в подкожный слой все токсины, и организм уже дальше начинает выгонять. Я обычно чередую точечный массаж и биоэнергомассажером, потому что это, в принципе, две разные вещи, и одна дополняет очень классно другую. Люди ходят комплексом и чередуют обычно сначала точечный с гуаша, потом по меридианам идет уже биоэнергомассажером. Биоэнергомассажер приравнивается по свойству, как несколько процедур сделали человеку, это и классика, приравнивается, как 10 классических массажек, как будто бы сделали. И точечные банки, и гуаша, и капрессура, и иглоукалывание. То есть вот они вот эти процедуры, один прибор только объединяет, и получается, как вот ершиком трубы прочистить, у тебя, наверное, знакомы, да? Ершиком трубы чистить. Да, да, да. Вот, справедливо. И получается, так же энергетические каналы чистятся этим прибором. То есть, чтобы больше было, энергии ходило по телу человека, по каналам. И вот одно за другим, оно очень сильно помогает человеку реанимироваться. И регенерироваться. И то, и другое. Ну, реанимироваться, это восстановление мертвых клеток? Реанимация. Психология. И сознание, и физическое тело все вместе работают. Сильная мысль – это эмоция. А эмоция дальше дает толчок на физическое тело. Либо разрушаться, либо наоборот, самоисцеляться. Все взаимосвязано. То есть человек, который не хочет заботиться о своем здоровье, он может просто забить на него и саморазрушаться. Если человеку интересно свое будущее, интересно ему здоровье, то можно ходить по докторам, пытаться найти какое-то решение проблемы с любой болезнью. Либо обратиться к специалистам, которые на таком вот более углубленном уровне изучают тело. То есть находим проблему, решают эту проблему. Путь там от мыслей, которые у нас у большинства людей просто мысли направлены не в том направлении. У них замкнутый круг. Дом – работа, работа – дом. То есть и никакого развития они в этой жизни не получают. Так еще и работа бывает, что вот так, знаешь, ходит из-за того, что нужно. Или из-за того, чтобы заработать. Но это же пустая трата времени. Вот у тебя реализация конкретная идет через креатив. Получается, как ты вот мне здорово сделал ремонт дома. Ни у кого такого же нет. У тебя похожее там что-то есть, но все равно по-другому. Ну, всегда, то есть любой объект, это нужно что-то вносить туда, что-то новое. Ну, так же, как и я тебе скажу про тебя. То есть ты начал в одном направлении, тебе стало, ну, не скажу, что скучно. Ну, у меня обычно из-за скуки, из-за того, что мне просто скучно делать одно и то же, я начинаю вносить в свою работу что-то новое. Ну, чтобы как-то себя развеселить в этом плане. Вот. Так же и ты. Тебе одно направление стало уже, освоил ты его полностью. То есть тебе нужно дальше расширяться, и ты пошел уже развиваться, развиваться, развиваться. То есть ты сейчас уже комплексно делаешь. Берешь тело, разбираешь его на молекулы, грубо. Убираешь все лишнее, собираешь его обратно. Ну, я так образом живу. И, в общем, человек получается, получает от тебя больше, чем может ему дать обычный доктор, который всю жизнь был бы, отучился там 10 лет в институте, практиковал. Или я не прав? Ну, больше не больше я не скажу. У меня образования врача нету, я всего лишь опираюсь на знания Востока. Переданы тебе, да, учителям. Разным учителям много. И по массажу, и по психологии, и по йоге. Потому что индивидуально, если работать с человеком, это, конечно же, нужно чистить на тонком плане человека. Это нужно разобраться с вот этим программным обеспечением у каждого свое. Да, также максимально сделать так, чтобы человек хотя бы ушел от разрушений, хотя бы ушел от разрушений, хотя бы сделал шаг в сторону лучшего мира. Да, и уже, смотри, вот все это человек может сам. Единственное, просто знаний не хватает. Моя задача – это не дать рыбу человеку, а дать удочку, чтобы человек сам научился восстанавливать, самовосстанавливаться, и стал индивидуальным таким, знаешь, механизмом, который не зависит ни от чего. Ни от врачей, ни от психологов. Просто сам себе светоч. Вот это самое основное. Так, ну, если у кого-то из вас возникают какие-то вопросы, в ходе просмотра данного видео, вы можете писать эти вопросы в комментариях, либо на странице у Влада задавать свои вопросы, он вам ответит, подскажет, направит, если вы вдруг потерялись в этом в своей жизни, то вам по-любому нужно обратиться к специалисту, который знает в этом толк. Но я думаю, Влад, на мой взгляд, Влад является таким специалистом, которому я лично бы доверил направлять свои мысли, направлять свое тело в нужном направлении, хотя он это и делает периодически. Ну, вам мешать, то есть, ваша жизнь, ваша судьба в ваших руках, кому ее доверить, только вы можете за себя решить. Больше никто вам заставить вас или принудить к этому не может. Так же, как и выбор мастера. Хотите делать ремонт, вы выбираете мастера самостоятельно. А какой выбор был, вы узнаете уже только после завершения ремонта. Поэтому стоит опираться на мнение людей, которые уже попробовали на себе, каково это, посмотрите результаты, которые дает мастер. Ну, и исходя уже из этого, то есть, делайте определенные какие-то выводы и для себя решите, стоит ли вам этим заниматься или нет. Ну, вот, на этом у меня все. Ну, то есть, Влад, надеюсь, вы поняли смысл данного видео, почему это видео появилось у меня на канале, не просто так. То есть, шли видео тут про ремонт, а тут вдруг такое вот видео про здоровье, про развитие, про мысли, про полезные какие-то навыки, которые вы можете получить, когда обратитесь к Владиславу. Будет здоровье, будет все. Да. Поэтому не стоит бежать сломя голову к докторам, докторами всегда могут помочь. Я это уже понял лет 8 назад, когда перестал просто ходить в эти поликлиники, в этих очередях стоять, думать, слушать. Вот, вся проблема у вас всегда вот здесь. Да, хочу сказать, что по поводу докторов, действительно, ничего плохого про них не скажу. Врачи это все-таки достойное уважение, но они очень много делают, трудятся. Ну, в первую очередь, человек, который заболел, наверное, стоит задать ему вопрос самому себе. Почему ему это выгодно? Выгодно что здесь? Болеть. Болеть. Врачу или подседину? Человеку. Человеку. Да. В первую очередь, да. Для чего ему это выгодно? Потому что мы даже болеем осознанно. То есть, подсознание внутри сидит, что если человек заболел, соответственно, есть какие-то факторы, способствующие этому. Вообще, это долгая тема. Я хочу сказать, что сам я действительно сказал, восемь лет назад, восемь лет уже не обращается. Я ведь тоже уже давно, кстати, не ходил вот так вот серьезно по врачам, а хотя раньше, помнишь, может, нет, я два раза в год в больнице лежал с воспалением легких, у меня хроническая пневмония была. И тоже в одно время так переключилось, когда пошел уже думать о том, ну, вот все, что мы видим, это же не обязательно все, что есть в нашем мире, что-то же еще другое существует. Я, кстати, хочу тебя еще поправить, ну, добавить, то, что люди, которые работают где-то на производстве, где-то на работе, больничные, это у них еще дополнительный отпуск. Люди просто говорят, я устал, я пошел на больничный. Ну, соответственно, нужно какие-то симптомы, чтобы заболеть. Да, да, да. Я что-то зачихал, все, у меня, значит, воспаление. Все, я пошел на больничный, у меня температура, я пошел на больничный. И люди просто осознанно себя загоняют в это состояние болезни, и потом они просто из него не хотят выходить, потому что это круто. Я болею, я получаю деньги. Это же классно. А то, чтобы можно просто не болея и не работая получать деньги, получать удовольствие от жизни, это не для многих дано, кстати, к сожалению. Ну, ладно, мы об этом не будем. Это совсем другое направление, другая тема. Поэтому, я думаю, это все. А сейчас мы испытаем на мне процедуру огненный феникс. Огненный массаж. Огненный феникс, огненный массаж. В общем, сейчас вы все это увидите, как это будет происходить вживую. Ученица Владислава будет проводить огненный массаж, огненный феникс на мне. Все, смотрите. Это безопасно, это безболезненно. Поэтому, если кто желает, проживающие в Наберных Челнах либо в ближайших городах могут написать Владу, позвонить Владу и записаться на сеанс. Кстати, сколько сеансов нужно для... Чтобы попробовать, хотя бы три. Хотя бы три. Чтобы просто попробовать. Ощутить. А вообще, китайцы рекомендуют, естественно, 10 сеансов. 10 сеансов – это комплекс. Курс. Все. То есть, достаточно трех сеансов, и вы поймете, какой-то... Вы получите какой-то эффект. Хотя я с первого раза получил эффект, когда вот это мне сделал огненный феникс. То есть, физически ощущается изменение сразу. Для того, чтобы осознанно понять, не для всех еще осознание приходит сразу. Вот поэтому спасибо тебе, Лайслав. Спасибо тебе за время, которое ты уделил. А сейчас пошли на массаж. Пойдем. Спасибо. Спасибо. Ну, в общем, на полном расслабоне мы заканчиваем это видео. Всем спасибо за внимание. Пока. Пока.